Приём-приём, друзья! На связи с Шэдди Мэн и наконец-то наступила нормальная связь. Вот пока мы находимся на достаточно большой высоте, здесь действительно очень хорошая связь, и наконец-то я с вами могу нормально, без помех, разговаривать. И, возможно, вы сейчас задаётесь вопросом, Шэдди, а куда ты пропал? Просто по этим зданиям потихоньку начали карабкаться зомби, и мне пришлось спрятаться. Друзья, есть ли среди вас самые настоящие снайперы, которые в любой ситуации смогут меня найти? Если кто-то из вас сможет меня найти, то прямо сейчас напишите об этом в комментариях, я посмотрю, у кого там просто супер-пупер-мега-офигенное зрение. Вот, правда, проверим вашу внимательность. Нашёл меня? Напиши прямо сейчас об этом в комментариях. А также, друзья, нам с Резновым, Тимофеевичем и Вулфе, конечно, потребуется ваша помощь, чтобы уехать из этого города. И давайте представим, один лайк — это один патрон. И чем больше лайков патронов наберётся под этим видео, тем скорее завтра выйдет, конечно же, видеоролик. Ну а те, кто из вас ещё не вступил в лагерь выживших Шэдди Мэна, друзья, подписывайтесь прямо сейчас и обязательно не забывайте нажимать на колокольчик. Ну всё, друзья, ладно, я тут буду уже потихоньку слазать, а вы обязательно, кто меня нашёл, напишите об этом в комментариях. Приятного просмотра. Всё, давай, отойди с моей дороги. А я видел, где твои друзья, хе-хе. Вон там как будто бы какой-то свет или мне кажется. Давай-давай, родненький мотоцикл, разгоняйся, 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 давай-давай-давай-давай-давай. Всё, 5 минут отдышка, связь с базой и в путь-дорогу с тобой. Ну что, Вулфи, всё, 5 минут отдохнули, теперь можно и, в принципе, выдвигаться потихоньку. Только мне кажется, что мы с тобой всё-таки зря сразу не выдвинулись, а то там на улице сейчас такая погода. Ты посмотри, что только творится-то, а? Снова этот ветер поднялся, а мы с тобой ещё на высотке этой находимся. Того и гляди, сейчас что-нибудь тут упадёт, какой-нибудь кирпич сдует. Ещё от этого ветра так холодно стало. Ну тебе-то ладно, у тебя тут шерсть имеется, хотя у нас тут, конечно, костёр тоже есть. Но всё равно как-то не то совсем, не то. Кстати, надо будет ещё с ребятами связаться, то что... Ну вообще, на самом деле, уже надо потихоньку выдвигаться из этого города нам с тобой. Это чё такое там ещё? Так, Вулфи, тихо. Это мы чё с тобой, не всех рейдеров, что ли, положили или кого-то? А может это вообще где-то здесь было? Ну-ка, ну-ка. Нет, вряд ли. Вряд ли этот звук явно был с этого этажа и... Откуда-то прямо из-за этой стенки. Не понял! Дед, а ты чё тут делаешь-то? Во-первых, ты как сюда залез? Во-вторых, ты там чё, Резнова одного, что ли, оставил и... Ты что, обалдел, что ли, совсем? Хе-хе-хе. Конечно, уговор дороже денег. Ты мне помог освободить это гнёздышко. И я тебе тоже помог. Рюкзак, всё на месте. Всё окей. Ладно, дед. Пойду я тогда. Пойду. Пойдём мы с ребятами. Надо поскорее валить уже из этого города, что-то мне это место совсем не нравится. Так это, давай я тебе помогу, что ли, как-то. Давай я тебе твоего друга-то сейчас перетащу туда, к автомобилю. Он же у тебя в тоннеле стоит. Я про тебя всё знаю. Ты как первый день в этом городе. Хе-хе. Появился? Хе-хе. Я так и следил всё время за тобой. Я сразу понял, что ты сможешь мне помочь. Ладно, дед. Ладно. Окей, окей. Ладно. Согласен. Хорошо. Только, пожалуйста, прошу тебя, только аккуратнее. Он как-никак там человек пожилой, и ты как бы тоже, ну, не молодой. А ты это, на возрасте. Хе-хе. Не смотри. Я это, духом сильный и в душе молодой. Хе-хе. Ну всё, давай, беги. Увидимся с тобой в тоннеле у машины. Ладно, дед. Давай, давай. Так, Вулфи, слушай внимательно. Короче, ты за этим дедом следи аккуратно, чтобы он там с Тимофеевичем ничего не сделал. Если что, если увидишь то, что он там чему-нибудь ему делает, ты прям на него сразу накидывайся, не стесняйся, Вулфи. Понял? Всё, давай. Я за Резновым. Увидимся с тобой уже в машине, прям там в тоннеле. Давай, Вулфиш. Так. Всё, дед, давай. Удачи тебе. Ага, ага. Давай, давай. Хе-хе. Так, блин, ёп красоты. Как это дед только сюда залез, и он вообще что, сразу не мог сказать то, что тут находится лестница? Я как какой-то там камикадзе лез по этим лианам из соседнего здания, ещё тут перепрыгивал на такой большой высоте, ну... Это ж никуда такое не годится. Это, конечно, дед что-то не подумал. Хотя, если честно, он мне уже потихоньку... Ой, блин, что я делаю? Потихоньку начинает казаться более-менее каким-то адекватным даже, что ли. А то первый раз, когда я его увидел, он какой-то... Блин, там что, зомбетина, что ли, снизу? Да, зомбаки уже набежали из-за этой погоды. Первый раз при первой нашей встрече он мне вообще каким-то дурным показался там. Рюкзак мой спрятал, потом говорит, попробуй меня найти, я уж думал, там у деда совсем крыша поехала. А он, видимо, всё-таки какие-никакие там порядки знает. И он на самом деле правильно поступает, и ему за это большой респект. Я помог ему, и он помогает мне. Так, деревья от ветра шелестят. Ну, здравствуй, зомбятина. Здравствуй. Нет, я с вами тут ничего, никакое дело иметь не хочу. Я сейчас просто хитро сделаю. Пройду через это здание, и, в принципе, эти зомби меня даже и не заденут. Так, я надеюсь, что там новые зомбаки не набежали. А, вон стоят. Стоят, стоят, стоят. Так, ладно. Давай я сейчас с тобой пока что... Ты тут один? Без своих друзей. Я с тобой в ближнем бою исправлюсь. Вот так вот. Так, я вот что думаю-то. Я вылезал на поверхность, вон, через ту пробоину в земле. Я думаю, сейчас достаточно опасно будет лезть оттуда. Я попробую все-таки через тот самый вход, который ведет в станцию метро, еще раз пробраться. Там, конечно, немного ход завалило. Но у меня есть буровая установка. Если что, я, наверное, смогу даже этот ход каким-то образом там пробить. Так, вот и дождик пошел. Так, а ну стоять. Мне кажется ли, там как будто бы на втором этаже немного свет горит. Или там... По-моему, там что-то есть, нет? Так, я, наверное, сейчас все-таки... Блин, еще зомбаки тут везде ходят. Так, я, наверное, сейчас все-таки по-быстрому сбегаю, посмотрю, потому что мало ли что. Может быть там какие-то полезные вещи найдутся или еще чего-нибудь. Так, они набегают. Так, лево-право, лево-право. А сейчас, вот так вот, на тебе, получай. Сейчас. А с тобой я, в принципе... Блин, нет. Нет, 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 нет. Нет, не закружишь меня, не закружишь. Так, блин, они наступают, наступают, наступают. Так, нужно залезть, нужно залезть куда-нибудь. Так, блин, не успеваю, ладно. Сейчас они потихонечку на меня по одному будут вот так вот напрягивать. И, в принципе, они даже мне ничего и сделать теперь не смогут. На тебе, получай, зомбятина. Обалдеть. Так, а вот он полез прямо туда, где свет горит. А, да, там реально какой-то факел стоит. Все, я понял. Я понял, надежда есть. Надежда на что-то есть. Я, правда, не знаю на что, но... Все-таки в этом доме действительно какой-то свет имеется, и туда почему-то все зомбаки лезут. Наверняка это не просто так происходит. Так, вот он со спины на меня хотел напасть, а. Так, блин, что ж ты будешь делать-то? Нет. Если я буду продолжать вот так вот в ближнем бою с каждым зомби бороться, меня так надолго точно не хватит. Кстати, я тут подумал, а что с этим дробовиком таскаюсь на поясе? Если я лучше на пояс сейчас вот этот глок повешу, у меня как раз тут полный магазин, и чуть что я сразу его, если что, буду в руки брать и им всех добивать. Ну, я его сейчас, наверное, тогда на ближней дистанции сразу в руки свои возьму. Так, что у нас здесь? Так, так, так. Опа! Вояка какой-то. Эй, парень! Парниша, слышишь меня? Парень! Чёрт, а чё с ним произошло-то? Тут никаких укусов даже вроде нет, даже одежда не порвана. Так, у тебя в карманах-то имеется что-нибудь? Так, пустая миска с едой одноразовая. Пустая фляга с водой. Кстати, у меня тоже фляга пустая, у меня ведь моя вода там в рюкзаке осталась. Так, укол. Укол имеется, отлично, отлично. Так, граната. Магазин пустой на 5,45 на 39. А у меня какие? У меня как раз таки 5,45 на 39. Так, ладно, магазин пойдёт. Пойдёт, так что у него ещё газ-детектор получается, имеется. Он газ, видимо, видит. Чёрт, у меня только места не остаётся. Так, ладно, я вот эти тогда ненужные вещи оставлю здесь. Так, что ещё? Вот это мне не надо точно, я с этой тухлятиной вообще не знаю, что делать. И, наверное, я тогда вот эти два ключа оставлю, потому что я не думаю то, что я назад туда вернусь. А гранату и всё остальное. Ну, в принципе, только гранату я, конечно, возьму с собой. Так, чё это у него тут за автомат такой интересный? С прицелом каким-то необычным. Ну-ка. Обалдеть, а чё за автомат-то? АН-94. Обалдеть, вот это прицел у него. С какой-то там зелёной сеткой, блин. Прикольно, прикольно. Так, я сейчас, наверное, сразу тогда вот этот магазин... О, да. Так, вот так вот. Или что тут? Так, 545 на 39, 545 на 39. Нет. Блин, это всё равно немного не те патроны. Так, ладно, ничего страшного, ничего страшного. Окей, тогда этот автомат я тоже сейчас пока что повешу на пояс. Пускай у меня везет здесь. Наверняка, может быть, когда-нибудь кто... Вернее, когда кто-нибудь из ребят, там, Тимофеич или Лизнов, очнутся, я кому-нибудь из них тогда этот автомат и отдам. Так, ладно, ладно, ладно. Чё-то я тут совсем забегался. Я уже даже едва-едва про ребят не забыл. Так, опа, чуть не упал тут ещё. Сейчас я тогда к Лизнову. Нужно по-быстрому пробиться. Надеюсь, то, что там этот дед... Всё очень-очень надёжно. Закрыл. И никаких проблем в итоге не возникнет. Потому что, если зомби там проберутся, то они резново живьём съедят. Потому как этот... Так, получай. Что ж ты будешь делать-то? 10 патронов, чтобы замочить этого одного зомбака. 9 миллиметров. Так, я вот думаю... Этот затор я, наверное, расчищать буровой установкой не буду. Мне будет намного проще сейчас, наверное, спуститься назад по лестнице и... Сломать вот эту решётку. В случае чего. Да, я сейчас, наверное, так и сделаю тогда. Сломаю вот эти две решёточки. И спокойно тогда вот сюда уже пройду, а решётки поставлю на место. Мало ли тут ещё, кроме меня, когда-нибудь какой-нибудь выживший окажется. И эти решётки ему даже, может быть, жизнь спасут. Так, ну всё. Так, я тогда прохожу дальше через эти тоннели. Так. Резнов должен быть уже где-то здесь. Потому что этот вагон находится... Прямо-таки отсюда совсем недалеко. А, кстати, интересно. У меня такая мысль появилась. А эти тоннели как-то связаны между собой. То есть вот этот тоннель от этого города... И от той части города, которая ещё более-менее нормально сохранилась. Так. Хочется, чтобы и светло было, и одновременно всё-таки безопасно. Так что, блин, снова это течение. Сейчас я ботинки себе промочу. Ненавижу. Просто ненавижу и терпеть не могу, когда у меня одежда сырая. Так, всё, ладно, ладно, ладно. Так, Резнов, Резнов, товарищ Резнов. Давай-давай, держись, держись, дружище. Я уже близко. Опа. Совсем близко. Так, я не понял. Он же сказал, что всё закрыл. Какого чёрта тут дверь-то была открыта? Резнов. Резнов, господи, он дышит хотя бы? Нет. Да, слава богу, пульс есть. Сердце есть. Нет, всё-таки этот дедок какой-то... Какой-то немного чудной. Потому что он и тут дверь оставил открытой. И здесь всё оставил открытым. Так. Чё, он хотя бы, надеюсь, тут ничего? Фух, ладно, хотя бы в рюкзаке тут всё осталось. Так, я думаю, что сейчас я Резнову заодно ещё один укол более утоляющего сделал. Потому что времени прошло достаточно много. А тут по инструкции написано было то, что его нужно где-то через определённое время укол делать. Вот так вот. Всё, дружище. Ничего, Резнов. Так, этот мусор мне не нужен. Скоро, дружище, уже поправишься. Так, ну что ж, давай потихоньку ко мне на бок заваливайся. Вот так вот. Совсем другое дело. Так, и, конечно же, свой рюкзачок дорогой я наконец-то уже забираю. Фух, как же я по нему соскучился. Так, я тогда сейчас сразу автомат уберу. Дробовик уберу. Ненужный магазин тоже пока что положу вот сюда. И вот это, наверное, уберу. Так, всё, порядок. Окей. Сюда я зашёл. Теперь мне нужно отсюда свалить. Точно так же, как я и отсюда и пришёл. Так, ладно. Сейчас я тогда по-быстрому, лёгкой пробежечкой пробегусь по этим тоннелям и поскорее уже буду отсюда вылезать. В принципе, на самом деле, я мог даже и ту самую железяку и не демонтировать. Потому что мне всё равно придётся сейчас снова по тому же пути подниматься. Да что ж ты будешь делать-то? Чёртовы Ильяны. Цепляют всё подряд. Нет. Всё равно всё-таки как-то тяжеловато идти, когда у тебя... Так, я не понял. Всё, нормально, нормально. Я уж испугался. Думал, я куда-то не туда пошёл. Смотрю, тут проход куда-то пропал, а на самом деле всё на месте. Ничего страшного. Надеюсь, там ещё и бензина в тачке достаточно. А то сейчас... А, кстати, у меня же тут бензин должен быть где-то, да? Да, бензин есть. Всё, тогда не проблема. Главное, чтобы там дед... Деда, то есть Тимофеича, нормально спустило. А во всём остальном, в принципе, пока что всё идёт по плану. Но, как сяду в машину, загрузим ребят, я сразу тогда сигнал базе отдам. То, что мы потихоньку в сторону бункера начали своё движение. А то они наверняка там уже волнуются. Да и вообще, в принципе, я когда с рядовым связался, это получается ещё тогда только-только темнело. А сейчас на улице совсем стемнело, и они наверняка уже интересуются, где мы там куда пропали. Так, тут придётся прям-таки ножом вот так вот себе путь прокарабкивать. Опа! Ну, ничего страшного. Не впервой, как говорится. Ничего-ничего, Резнов. Сейчас, держись, дружище. Я тебя тут ни за что не оставлю. Тут уже совсем немного до автомобиля осталось. Так, давай-ка ещё раз маленькой трустой с собой пробежимся. Вот так, вот так, вот так, вот так. Так. Не, не могу. Не могу, у меня такая дышка появляется. У меня и рюкзак. И автоматы там. Сколько у меня получается? Два автомата, дробовик, пистолет. Ещё Резнов в придачу на спине висит. А, ладно. Зато, зато зомбаков здесь пока что поблизости нет. Ну что ж, всё, мёртвый город. Прощай. Надеюсь, то, что мы с тобой больше никогда не увидимся. Потому что ты мне чертовски не понравился. Всё. О, а вот и дед на месте. Ну, слава богу. Ну чё, дед, как? Порядок? Эхе, да. Порядок, порядок. А ты как, добрался? Да, у меня всё в порядке. Так, ладно, давай сейчас мы тогда с тобой вместе Резнова погрузим. Ага, конечно, конечно. Ну ладно, всё тогда. Эхе, спасибо тебе большое. На самом деле, если бы ты в этом городе, эхе, не появился, я бы, наверное, там и в этом вагоне подземелье-то и жил бы. Эхе. Слушай, а ты не хочешь со мной поехать? Нас там несколько человек, как бы бункер там. Знаешь, настолько надёжно всё это. Эхе, да нет. Я уже привык. Эхе, один тут везде бегаю. Эхе. Ну всё, давай, езжай. Ладно, дед. И тебе тогда удачи. Всего хорошего. Ах, ладно. Ну что ж, осталось только доехать до тоннеля. Связаться с ребятами. Всё, дед, давай ещё раз тебе. Удачи. Так, я только не вижу, если честно, куда я сейчас еду. Надеюсь, что я куда-нибудь сейчас задам этого автомобиля, да и не впиндюруюсь. Так, сейчас здесь делаем поворот. Если честно, мне этого деда как-то немного жалко даже. Чё он тут сейчас один совсем останется, ему даже и снова поговорить будет не с кем. Да и вообще, поехал бы с нами, нам как-никак дополнительные руки всегда потребовались бы. А сейчас тут чёрт его знает. Вляпается куда-нибудь, застрянет где-нибудь и всё, поминай как деда звали. Но я его заставлять не могу, это его выбор. Если хочет здесь остаться, то пускай остаётся. Хотя, если честно, мне даже как-то немного сердце кровью обливается. Как представлю то, что он здесь совсем-совсем один остаётся. Так, ладно. Сейчас главное ребят довести в целости и сохранности. Так, сейчас вот здесь вот между машинами. Аккуратно, аккуратно. Вот он уже тот самый зловещий тоннель. Ну что ж. Сейчас перед тем, как туда въехать, я тогда сразу ребятам сигнал отдам. Алло, приём. База, база, приём, на связи Шэдди Мэн. База, кто-нибудь ответьте, кто сейчас на связи? Да-да, Шэдди, приём. Это всё ещё я. Хантер пошёл поломку там устранять в нижнем отсеке. Как у тебя дела? Так, рядовой, слушай. Окей, выдвигаюсь назад, скорее всего придётся где-нибудь остановиться. Э-э-э, потому что тут такой дождяр льёт. Боюсь то, что машина со своим низким клиренсом, она может в грязи просто завязнуть, мы дальше никак не проедем. Так что, как останусь на ночёвку, ещё дам тебе знать. Так что, приедем только завтра. Резнов, Тимофеевич, Вулфи, все со мной. Окей, Шэдди, понял. Давай, жду сигнала, как на ночлежку остановишься. Конец связи. Так, сейчас бы, конечно, ещё место для ночлежки найти, но здесь я точно больше не останусь. Ладно, надеюсь, там под руку какой-нибудь домик попадётся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok